Вы можете взять, да. Я возьму вот этот тут. Вот этот кусочек, да, возьмите. Спасибо. Не, вы можете, кстати, еще запить взять здесь. Бомж подошел просто. Там, блядь, капли сюда. Куда, в недовый месяц, вот, через поселок поедем. Какой поселок называется? Кажется, ты привыкаешь к ним. Чопсара. Чопсара поедем. Ну да. Я захожу в прямой эфир только, когда я ем. Это моя фишка. Студию мы заберем. Какой страшный голос у бомжа. Но он вообще, он опухший весь, ужас. В Питере жить нет, не хотим. В Питере пить. Да, это крылышки. Чопсары это совсем деревня-деревня. Да. Мы хотим поехать за деревенским вайбом. Я там родился и вырос. Я родился прямо в Чопсаре. Я очень рада. Салфетка. Приятного аппетита, спасибо. Что мы едем отдохнуть? Будет забавно. Нам наша свадьба очень понравилась. Ну что, круто. Бургер, у тебя козел. Сказали, что я бомжа, очень страшный голос. Это не меня, да. Может, я у вас попробую немножко? Остро. Очень остро? Да. По-моему, средне-остро. А ты не взял приборы? Нет. И еще вот это положил. Это у нас. Чистой рукой только. Блин, ну ладно. Они извращенцы едят куриные пальчики. Скоркой. Это прям кости? Нет. Мягкие. Сухожилия? Остро. Это прям пальцы? Прям куриные. В смысле, вот эти вот. Вот эти вот, да? Да. Это прям они? Кстати, затяните поле не на губы. С Ульяной и Сашей нет. Вообще ни с кем не общаемся с проектом. Слушай. Острее. Тебе ждать. Надо с сыром залезть. Что-то пиво острое какое-то. Сука. Мразь. Они острее, чем тогда. И они тогда были в глазировке. Сейчас они просто пожаренные. Они вообще другие. Что-то грустно нужен, блядь. Ты помнишь, как они там были больше? Вон, нам писали, Полину очень льет. Спасибо, спасибо. Спасибо. Поцелуй, черепосора. Да, да. Почему вам не дали время найти жилье, мы не знаем. Ну, в принципе, никто не щадит никого. Всегда все участники, когда уходят, уходят сразу. Да, мы слышали, что Саша сказал. Вообще пофиг. Фу. Ну, кстати, получается, сам очень вкусно. Отдала бы детей на легкую атлетику. Да, легко, в принципе, если бы им это нравилось. Да бери, ешь. Сколько тебе лет? Мне 23 лет. Почему не общаетесь с кем? Ну, я на практике, как бы, особо... Не были такие острые. Не с кем не общалась, но периодически там соленые искать и на историке другого течения. Мне не нужно, у меня рот так горит, просто ебать. Скучайте об этом сфере проекта. Пока, честно, нет. Ну, это, может быть, позже. Можно пойти сказать, ребят, это пиздец, как хвост-то, это невозможно ездить. В прошлый раз, когда мы их ели, нам, они были, ну, чуть-чуть, знаешь, так, рот... Я понимаю, можно так и сказать, вы переборщили вес перцем, но... Да, блин, я тут такое, не очень. Сколько рост вес? 170, вес 54. Рост 54, вес 170. Жестко. У кого мы живем? Мы не живем в Атунике. Ох, уже твоя показушная ласка. Ну, серьезно, если вы это есть не будете, вы можете пойти попросить, поменяем, а с собой возьмем. Ну, что вы думаете с этим сделаете? В молоке, бляд. Пасту. Что пасту? С собой взять пасту. 54. Такую же острую. Да, блядь, что-то я не могу их есть, реально, очень острый. Можем забрать, да, и сделать слив. Да, мы оба потрепанные. Почему у вас шло, не знаю. Давай, глядя позвоним! Давайте глядя позвоним. В Сочи, кстати, всегда темно. Курю, ну, вообще, на проекте начала курить. Сколько миллилитров в губах у меня один миллилитр. Вот курилка. Куряк с грибов, нахуй. Шампиньонов там. Курилочка хорошая. Да, говорила, что больше не буду курить, но просто Женя не сдержал обещания, поэтому я снова курилась. Остро. Я-то, Су, не сдержал обещания первое. Как это? Как это? Соус наш. Я тебе просто позволил курить на свадьбе. Сказал, кури, ладно, я не изверг. Помнишь, было? Да. Так это сам ты мне дал. Ну, вот и все. Не то, что я не сдержал обещания, что за подача. В смысле, не сдержал? Это тоже получается. Так я могла. Если бы все было ок, то я бы не курила больше после свадьбы. Нет, ты могла сказать, Женя, я тебе обещала, поэтому я не буду, так что не предлагай мне. Ты нормальный? Что? Ты нормальный? Так что давай тут не уезживайся. Мелочь, пузатая. Кто очень мастер? С Глебом, да, сделаем как-то обязательно. Я до сих пор вот разъедаю. Сигареты, да, пробовала. Белое золото любое. Что за кафешка? Это... Local Station. Да, на ботаническом саду. Почему с Крис не общаешься? Ну, просто потому что, не знаю, нет потребности в этом. А как нам лучше записать текст? Сначала написать текст на русском, типа, что будет? И по нему, типа, я читаю, буду на английском. Спасибо, да, нам тоже свадьба очень понравилась. Или просто на английском, не кидать? Как будто ты говоришь на русском. Когда я сделала первое тату в 18-е... Но нужно знать, о чем он говорит. Поэтому он уговорил, что надо уйти. Редакторы. Ответ, нужно изначально подписать на русском. Точнее, даже продюсерные. Ты поздно засыпаешь, да, совершенно поздно. Есть накопление, на что живете? Нет, вообще. Накоплений не было. Давай я сейчас за картошкой смажу. Квартиры нет, не сняли у ребят, пока живем. Я вообще хочу... Дом 2 вообще не снять. Мы даже свадьбу свою не смотрели. А завтра, кстати, наш уход. У меня есть 500 рублей, которые я хранила на нашу свадьбу. Когда переезд? Как только найдем в квартиру. Волосы на рощу. Своя длина волос, не знаю, вот такая где-то. Нет, 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 не похоже. Это не похоже, да. Привыкли уже к жизни за проектом. Ну, постепенно привыкаем. А не написано, что острое? Вы сидите вдвоем, мучаетесь. У вас, блядь, рот сгорел. Вы слезах все. Мы не обрадили. Да, но острота бывает разная. Это перебор. Это пиздец, какой перебор, блядь. Это кого кормить? В остроте нет переборов. Это еда для драконов. Нарочная, да, нравится. Как-то не боюсь никого потерять. Я же уже объясняла свое отношение к страху. Нет, у нее будет бургер. Нет, у нее будет бургер. Крышка нормальная. Все остальное. Все остальное. Вот это? Что вы мы подрели на свадьбу? Деньги? Вы не ссоритесь? Да нет, особо не ссоримся. Хотите обратно на проект? Нет, пока вообще нет. Ты хочешь первого мальчика или девочку? Мальчика. А я сейчас отказала тебе кто-то. Почему? Нет накопления, куда деньги девали? Мы сами не понимаем, куда девали деньги. Что-то монстры у нас, это палечки. Это мне не нравится. Отцебались. Это прям, знаешь, приходишь, взрослые, отталкивающие впечатления. Материшься, конечно. Я стою, я жду, спустя, тем не уйти, потому что, что это негативный будет. И повар негативный будет тоже. Да, понимаешь, что они заебались. Похоже на отца. Потому что не учился. Хорошо. Я же не в головах. Какая проходила разговор, нам интересен сам диалог, мы же никогда не узнаем, если ты не расскажешь. Я не буду рассказывать, ребята, это как официально. Было 15 тысяч рублей. Да блин. Ну ладно, 25. Не боишься, что он тебя убьет за подарив? Да нет, вы что, лапочка. Она любит маньяков, кстати. У меня болезнь стокгольмская или как, да? Куда жертва маньяка попадается? Стокгольмский синдром. У меня майка растянута, дома я не хожу, просто вышли поесть. Она секси. Ходит с таким молодым. Захарова прямо сказала, что Рабашов на свадьбе изменил. Господи, Захарова на свадьбе была и пила дифирамбы, так что все нормально. Какое-то балабольство. Кому-то платят 300 тысяч, правда или ложь? Конечно, ложь. Расскажи про страхи, очень интересно. Это, по-моему, Кристине там платят 300 тысяч, кому-то. Да, конечно. Ну ладно, ей платят 150. А ты знаешь, что она, кстати, ведущей будет? Чего? Чего? Блядь. Как человек, который, блин, не может свои отношения нормально выстроить, может быть ведущим и учить других отношения выстроить? Это как, блин? Ну понятно. Ага. Да, есть тату, две штуки. Работа не собираетесь, мы работаем вообще-то уже. У Жени аллергический ренит, он шмыгает носом всю жизнь. Вы что, доебались до моего носа там? В полицейской срублевки, ну, какие-то серии смотрела. Да, у меня есть тату. Дубровский хорошо вел теты. Ну, отлично, Дубровский ведущий. Кстати, да, реально, Дубровский хорошо вел. А Деев, актер, сколько будет там еще? Мы не знаем, ребят. Вы вместе? Ну да. Странно. Кто оскорбляет? Что же оскорбляет? Я говорю по факту. У человека проблемы в отношениях. Где работаете? Кем работаете? Женя музыкой занимается, а я другими делами. Ты музыкой занимаешься? Да, я играю на фортепиано. Ага, прикольно. Все как, все. Вот для меня хороший пример ведущего это Черкасов, потому что он выстроил действительно нормальные семейные отношения, у него есть дети, у него есть жена. Пынзери хороший. То есть они могут действительно о чем-то поговорить. Об отношениях, о семье, еще о чем-то. А те, у кого ничего не получилось в жизни, как бы, в отношениях, в плане отношений, они не могут априори учить других людей отношения. Не могут. Сейчас все получается. Не знаю. Кристины? Ну не знаю, посмотрим, как дальше будет. Со стороны комментовы вы читаете. Да, кстати, Бузова была ведущей, у нее в личной жизни все плохо было. Да, и где она теперь? Теперь она вот там. В Африке, в Африке она теперь. Ну и что, это плохо, что ли? С куземцами на Африке. Могу у вас что-нибудь забрать, что-то взиму все равно. Да. А у вас есть огнетушитель, в случае? Есть. Вот эта штука очень сильно горит. О, она такая, да. Максимально. Как я учу всех в итоге, в казино все проиграла. У тебя семья была. Николачук. Бургер. Николачук, расскажи, пожалуйста, подписчикам, а что за компания, в которой ты это... Который ты деньги проебал. Что за фирма? Название. Хочешь, чтобы Дума-2 закрылся? Да, да. Кадони голубой нету, что у него есть девушка. У Бородиной почему тоже семья, есть дети. Почему в Пынзере больше не уйдущий? Потому что из Турции невыгодно летать. Почему у меня кадык? Потому что тебя трансвестит. Вы что, не знаем? Вы бы сейчас видели взгляд ваш. Я никого не стыдю. Скучаете по проекту? Да нет, пока не скучаем, честно говоря. Блин, такой стол в миске вообще неудобно. Что пьешь? Смузи с пивом. Я знаю, что вы об этом никогда ничего не слышали. Это шедевр. Сейчас малюсик будет. Нету ножика и вилочки. Принесите ножик и вилочку. Да? Ну, ладно, надо. Можешь вот так справиться? С руками. Ну, гляди, я тут правильно. Вот так. Вот так, да. Правильно, правильно. Давай. На челюсть болит. Ньом, ньом, ньом. Ньом, ньом, ньом. Давай, 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 давай. Еще чуть-чуть. Вот так вот. Я искала, что это не стыд. Я не могу, мне Род не открывается. Давай, давай, открывай. Вот. А у кого-то ставки-то проиграл, Николай Чутко. Скажи, что за тантора-то. Что кусали? Давай. Это шедевр. Зачем ты снимаешь, как люди едят? Что, йод? У него фуд-фетиш. Фуд-фетиш? А вы хотели, в общем, уходить? Да. Ну, пока нет. Вы хотели чего? Вы трахаетесь, Котик? Это что, это киножное? Да. Котик скидал вроде. Жень, нас спросили, мы трахаемся? Ну, ответь. Я не могу, мне неудобно. У меня Род занят. Что за вопросы, ребята? Ребят, как вы думаете? Просто сами подумайте. Так вам все равно нет. Потрахиваемся. На Дом-2 нет, на самом деле, шесть-вуха очень попасть сюда. Почему вы не работаете? Мы работаем. Вы просто не видите. Я дворником работаю. Я в 5 утра поднимаюсь, подметаю здесь дворы, потом иду спать дальше. А я уборщица в подъезде, в парадную прибираю, а потом спать. Мы просто это не афишируем, потому что... Чё, вид пиздец, я в домашнем вышел просто из дома вышел. Не, 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 ничего. Там директор сидит или какой-то манеджер, который тебе разрешит бесплатный идти? Я и есть план. Ты понимаешь, там какой-то директор сидит? Нет, там не директор, там сидит хороший офис, и в офисе сидят ведь тёлки, короче. Менеджер. А ты писал туда уже? Подходишь к менеджеру? Да, подходишь к менеджеру, говоришь, я там такой-то такой-то. Тогда написать им вопрос. Пошли завтра. Так можно прийти к ним, сходи, 5 минут, вообще не завтра. Давай, можно было и сегодня загореться. У меня есть номер менеджера. Кого? Испытал. Давай, скидывай, что-то молчало. Мургер как? Ну, нормально. Нет, это не поможет. Ну, не супер, честно говоря. Ну, запереписывай с такой, сюда я кушу. Да, давай. Аппаратуру, да, заберём. Какой тебе помощник? Вот у тебя наоборот. Негурец невкусный какой-то здесь. Какой, с вами какой-то. Он всегда будет агрессивным. Да, к тупым, да, точно буду агрессивным. Я ненавижу тупых людей. Вы зовёте Бородина? Конечно, Бородина. Бородина вообще просто бомба. Бородина, она просто, блин, Бородина, это талон на самом деле какого-то характера, короче, такого, прям. Незыблемого. И непокородимого. А Гидра? Блин, ему ворот. Паша, ну я же не могу рот открывать. Открывай. Привет, мы в Москве. Такой мозг маленький, проебало что-нибудь. Где мозг там? Минувый месяц, поедем вот в посёлок Жени скоро. В воскресенье. Деревня. А чё там говорили про наркотики? А чё намутить хочешь? Настюха не хочет хейтеров блокировать. Ей нравится читать говно от тупых людей. Я хайпишь. Я, короче, это, буду грубить всяким пидорасом. Вот пидор, например, вот этого всего, у меня заебал просто. То есть заблокировать его нахуй. Он мне комментию чё-то там, меня тоже заблочил. Ребята, на самом деле Душка, я очень добрый человек. Да. Ну, а если кто-то ко мне со злом, я тройное зло ему кидаю в ответ. Вот такой уж я. Мы разу давай кушаем. Да. Ты хочешь для этого кушать? Нет, я думаю, что ты с ума бы сошла. Не знаю, какой. У нас это тоже второй этаж. Хотя у нас кофейня, по-моему, я поначалу. Я была, теперь тоже пришла к откладе с вами. Спасибо большое, нам тоже. Игорь, очень своё понравилось. Как ты ешь и не толстеешь, Настюх? Она толстела. Она хорошо это... Как я? Как говорил мой дедушка, кто много жрёт, кто-то много срёст. Я б жрекакую раз в три дня. Как говорил мой дед, я твой дед. Надо каждый день. Вообще правильно говорил, молодец. Нет, по сценарию нам ничего не говорили делать. Картошку срочно вызывайте. Почему мы ничего не накопили? Потому что мы не знаем, что нас выгонят. Как Борган? Расскажи. Как он там? Так себе честно. Не знаю, не ложь. Держись. Что, опять горит у нас? Давай посуду, да. Главное, чтобы потом тушить, типа, мочевой дамы. Справа ещё. Котакомба. Мы сегодня не бухаете. Бухаем, конечно. Вот Певчанский. Котакомба. На два дня. Давай номер телефона до счастья. Катерина, зачем тебе номер телефона Настя? Ты что, в лесбуке, что ли? А что, звонят только для этого? Ну да. Для чего? Ну я только лесбухе звоню. Ну тебе понятно. Все мужики лесбухи, кстати. Не, ну не все. Получается, у нас с Настей парни лесбухи. Да, а вы гей все эти вообще. Все, кто любит свену, пидорас. Ну конечно, вы вышли помучаться. Так у нас есть деньги на то, чтобы снять квартиру. Да, но мы не можем найти хорошую квартиру. За 30 тысяч. Долларов. У нас есть квартира за 39 долларов. Но такой нет. Гипербола. Мы ищем квартиру, ребят. Котакомба классное имя для кота. Семью квартиру только найдем. Котакомба. 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 Вам подарили деньги больше на свадьбу. А, подарили деньги лежат нетронутые. У меня раньше столько списка. У меня раньше столько бюджетов было. Здесь все забыли. Вон, как сами, сколько зарплаты. А я не знаю. Знаете, короче, лекарства мы прикольно называем. За что нас выгнали просто так? Потому что меняют полностью состав проекта. А, где Центрамон? Или магазины там, помнишь, кот-магнит, блядь. Кот-прикоп. Привет, Чепецк. Кот-прикоп. Дорожка. Где вы сейчас живете? Утре сеть? Да. Настя, тебе сложно ответить не скажи. Как называется магазин твоего свадьба? Я честно даже не помню, как он называется. Шоу-рум какой-то. Кстати, Бородина походу ушла, да? Привет. Привет. Здравствуйте. Здравствуйте. Сейчас Кристина будет видишь. А тебе такое колесо? Зачем такое колесо? No comments. Что, как по такому пробегает? По проекту нет, пока вообще не скучаю. По такому и скважину. Да, я поела. Кстати, я скоро выйду, потому что я поела. Давай, ко мне. С кем тебе сначитесь проект? Я вот вообще пока ни с кем не общаюсь, честно говоря. По такому. Я уже работаю, ребят. Не хотите уехать в Крым с Глебом? Нет. Спасибо, я была в Крыму и больше не хочу. Хороший собачек. Что за порода не делаешь? На покинайся. Блин, такой стол неудобный. Да, погода у нас вообще очень теплая. Блин, я хотел бабушке святык убить, а она другим продала. Она такая хорошая, смотри. Ходит, цветочки продает. Я таких бабушек люблю. Я помню, бабушка стояла, торговала какими-то редисками, еще чем-то. Просто бедная бабура стояла. Я купил у нее кусочек травы какой-то, то ли базилик, или что маленький. Тебе закасали просто. На, все, давай, пока. Блядь, мне кто-то хочется их подбережать всегда. Я не знаю, почему. Люблю бабушек, короче. Нет, я не знал. Что это такое? Так я знал. А это еще еда? Да, что за еда? Да, это тоже еда. Вон, бабушка, смотрите, уходит. Блин, короче, уходит. Это не бабушка. Ходит, торгует цветочками. Нет, вот бабушка, торгует цветочками, короче. Блин, мне таких бабушек так жалко на самом деле. Да, они ищут себе денежку, чтобы себя прокормить, короче. Да нет. Да. Нет, им просто некуда девать. Да нет. Им нравится общение. Я же вижу, что бабушка голодная. Я кусочек травы купил. О, кстати, знаешь, блин, я хотела во вторник идти бездомных кормить. Бездомных? Обеды разносить. Давай жила там бездомных кормить. Нет, я обеды пойду разносить в четверг, наверное, в четверг. Куда? Пойдешься? Куда? Там пенсионеров нищим, можно обед разносить. Пенсионеры нищим пошли, давай, классные люди, кстати. А что ты мне не говорила? Я забыл это сказать. Офигеть. А что, на тебя пригласили? Я на вторник договорила. А кто тебя пригласил? Я убедила просто эту штучку. Какую штучку? Ну, в инстаграме типа фонд. Фонд? И что, написал туда? А что ты мне ничего не рассказываешь? Я забыла маленький. Ты достала меня? Я забыла. Ты сидишь в телефоне целыми днём ничего не рассказываешь. Я вообще ничего не понимаю. А теперь нормальная еда. Это луковая или кормарная? Луковая. Такая у Барзиковых зарплата 400к. У Барзиковых зарплата 100 тысяч. Или 75, что-то там. Не, может, что-то. Я думала, кетчуп мазиком это не тысячи островов. Или это тысячи островов. Это кетченез. Кетченез, да. Да, кетченез мне. Кто ты думал, бля? Вот тогда сырный соус ребят вот туда шел. А у нас его забрали? Да. У вас его забрали. Глеб, похоже, я на свадьбу провёл. Новая участница Карина, это которая огромная. Видели? Махина целая. Теперь продуктов будет ещё меньше. Настюх, давай тебе чё-нибудь ещё покушать закажу. Чё-нибудь хочешь ещё? Давай. А это чё, ешьте? Это на всех. Да, вот на здесь. О, я могу всё время напустить в центре Москвы пожить. Я пока не живу там. Давай. Просто отдай. Давай. Пиши нам. Напиши в директ, да, Настюхе. Ну, на сколько времени? На пару дней? С радостью, мои приличные, нормальные люди. А чё предлагают? Можем сопроводительное письмо составить. Или рекомендацию Паша принадлежит. У нас приглашают в хату пожить. Ха! Профессиональные сожители. Если у вас есть хата, и она вам не нужна, тогда мы идём к вам. Нет. Вам нужен сожитель, друг. Или просто сосед. Значит, надо бы на пацанке. Рядом пацан, рыбка. Ой, я на пацанке бы с удовольствием нашла. Ребят, объявляю конкурс. Короче, прямо сейчас записывайте. Все внимательно слушают. Я сейчас диктую свой номер телефона без последней цифры. Значит, кто угадает последнюю цифру, он должен отправить смс на номер с кодовым словом Паша Левошов Гей. Паша Гей. Кто угадает, там я скидываю на карту 100 рублей. Короче, диктую номер. 8-951-733-93-8. И последнюю цифру я не называю. И кто первый пришлет смс-ку со словом Паша Гей мне на телефон и угадает последнюю цифру. Тот получит 100 рублей себе на карту. Мне надо набрать 3000, мне не хватает 140 человек. Да, 140 человек за 3000, пускай Пашка наберет. Напишите Паша Гей. Паша Гей, короче. Кодовое слово Паша Гей. И дать мне подписаться на меня. Паша, напиши сейчас в прямом эфире, напиши, что типа подписываешь. Вы сидите, угадываете номер телефона. Вы уже отправляете сообщения. Угадываете номер телефона и отправляете сообщения. Кстати, это легко угадать 10 цифр всего. Можно 10 сообщений сразу. Да. В том-то и дело. Короче, вы на 10 номеров отправите кодовое слово Паша Гей. А хуй одна путь. Сарафан. А у многих смс-ки бесплатные, так что можно не париться. 100 рублей заработайте от меня на карту. Не сюда писать Паша Геев. Все пишут Пашу Геев. Повторяю номер телефона. 8 951 733 93 8. И последняя цифра вы угадываете сами. Если мне придет смс-ка на телефон от кого-то, я на этот номер сразу же отправлю на банковскую карту 100 рублей. Учитывая, что большинство из вас смс-ки бесплатные, я думаю, что вы сможете провернуть эту мститу в авантюру. Даже если вы угадаете с 10-го раза, 100 рублей вы можете заработать. А ты знаешь, мой номер телефона? Ребят, не пишите сюда цифру последнюю. Вы просто пробуйте и пишите смс-ки. Смс-правлять я. Кодовое слово Паша Гей, напоминаю. Паша Гей. А ты знаешь, мой номер телефона? Нет. Раньше бы знал. Почему раньше? Мы раньше не записывались номера никуда. А если что случится? У тебя не будет телефона. Ты хоть что-нибудь знаешь, что я вернусь? Нет, вообще ничего не знаю. А зачем? Я выучила Пашу номер исключительно из-за скидки в ароматном мире. Нет, что случится? Я наблю 0.2 или 0.1 или 9.1. Нет, ну если нужно сообщить, где ты. Паша Гей. Все пишут Паша Гей сюда. Сука. Надо снимать записи экрана, короче. Да там за... А давайте... А если все ходишь в фильм, короче... Да не запишут, ребят. Короче, смс-ка до сих пор не пришла. Реально никто еще не отправил смс-ку. Отправьте смс-ку на номер 8951 733 93 8... Ну, то есть 80 там... И давайте последнюю цифру. Возможно? О, прикиньте, кто-то пришел. У нас есть первый человек, ребята. Офигеть. Только ты не озвучивай кто, а то номер сделанонят. У нас есть первый человек, ребят, смотрите. Номер закрываю. Паша Гей. Итак, на этот номер я отправляю на банковскую карту 100 рублей. Прямо сейчас. Ой, ну вообще, Олар. Это деловое, но... Ну, блин, если вы мне звоните, ребят, будьте добры, пожалуйста. Берите трубку, реально. Да, берите трубку и давайте багар-бокзал разводить. Так. Сейчас я отправляю деньги. Знаешь, что потом твой номер продадут просто в паблике какие-то? Да, насрать вообще. А ты не мог спросить ему. Блин, мне просто много номеров присылают с номера Паша Гей. Надо было Пашу номер указать, блядь. Ты ей номер был указан. Да, надо было Пашу, я говорю. Объявляю следующий конкурс. Сука. Жесть. Все, люди, можете, в принципе, останавливаться? У меня уже 500 смсов с сообщением Паша Гей, короче. Спасибо. А какой у него номер, спрашивают? Кто-то по твоему вот списал. Ты понимаешь, что твой номер потом продадут? А ты не мог с ней сим звонить? 8-985-534. А ты что номер-то говоришь? 11-00. Итак, Юлия Д. Юлия Д, отправляю тебе на Сбербанк 100 рублей. Юлия Д, отправляем на Сбербанк сотку. Сотка отправлена? Перевезти. Все честно. Все еще пишут. Все честно, вот 100 рублей отправили. Все. Ну твой баланс. Блин, это моя вторая карта, она такая чистая для карманов. Да, для велосипеда. Шпильки купить, да. У меня, короче, весь... Скажите его номер. Напишите номер сюда. Просто пошаги, 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 пошаги. Какие у меня все здесь сообщения? Да, скринь его, слушай, это. Просто... Только номера замажешь. Ой, собачка здесь, вот, собачка здесь тоже. Настя, не любишь готовить в эфирах? Еле одни предменили шраки. Вообще-то я часто готовила. И пекла все, типа, улочки, пиццы, там. Где мы сидим, мы сидим в бургерной. Офигеть. Прикол в том, что кто-то сейчас заработал 100 рублей из нифига просто. Это из Петропавловска. А на 100 рублей можно что купить-то? Ничего. Нет, можно лимонад купить, йогурт себе, можно купить жвачку. Та, я люблю бумагу. Можно купить даже дешманскую колбасу по акции. Даже два пива. Можно два пива взять. Что пьете смузи пива? Выпейте, короче, за гейство, за Пашина. Спасибо. Знаете, могу купить бесплатно на полтора месяца. Мы ее вообще с кайфом забыть. Все равно это осталось. Что делать, Пашина? Ну, это уже можно оставить, наверное. Все равно же нет. Делала радиус. Нет, радиус не делала. Не знаю, почему смешно голосить. Конечно, ревную. Это Казахстан, прикинь. Я тебя ревную к девушкам. Каким девушкам? Как вас? Я как Паша. Фу, я объелся, пила. Господи. Из-за Пашиного гейства узнали номер Жени. Паша, ну почему ты гей? Ну почему? Ну почему? Свадьба была за счет проекта. Проект помогал. Теперь же знает мой номер. Знаешь, что лучше топ или оверсайз футболка? Ну, смотря с чем. Топ это топ. Сука. Мне даже в ватсапе пишут. Как за периметром лучше? Да, это реально же. Паша, вы детство узнали номер Жени. Считайте по дому 20. Да нет, не особо. Нет, я не забрал. Портиру еще не нашли. Да уже обман. Итак, ребят, объявляю второй конкурс. Ты заебал. Нет. Нет, не надо, пожалуйста. И значит, я сейчас диктую номер телефона. Не мой только. Диктуй все цифры. Просто кто первый отправит, тогда у него будет еще больше сообщений. Ночью будет звонить, угрожать. Итак, диктуй номер телефона. Также каждый может заработать 100 рублей. Давай, я в комментах оставлю. Давай. Нет, комментов даже нельзя ставлять. Нет, без цифры. Без цифры, да. Ребята, 8, 921. Без последних двух. Без последних двух хотя бы. Одна, одна, это как это. Ребята, 8, 921, 531, 311, 17. Да, я на свою зато визуально рассказал. Ой, ой. Я забыл, простите. 18, 18. Короче, пишите по шаге. Друзья, а тут правила? И сейчас сохрани эфир, да? И последние две цифры. О, смотрите, здесь у нас сразу номер. На этот номер пишите, по шаге. Первый, кто, кому придет этот, кто отправит смс, тому 100 рублей сразу на карту, моментально. Я счастливчик. Итак, я счастливчик. Следующий, смотрите, бля, хайф бешеный. Я первая. Пашу гей. 9, 9, 9, 6, 2. Так, давай первый самый номер, давай. Сейчас, секунду, я зайду. Сейчас, зайду, куда-нибудь. Так, еще, поездка регионального действия. Давай, по номеру тебе звонит. Что-нибудь тебе кто-то звонит. Бери трубку. Не, 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 ну, ты че нахуй устроил, ты, ну, дай. Ты, сука. Ты, ты, я подъявил. Какой ужас. Вот это, закрой, ты, кавы. Блядь. Это что, самый первый номер, записывай. Давай. 9, 9, 9, подожди. Записывай. 8, 9, 9, 9. 9, 6, 2, 2. 6, 2, 2. 9, 2, 5, 1. 9, 2, 5, 1. Смотри, смотри, смотри. А, это Настя написала. А, Лейла, Айчан или Айчан. Смотри, твой номер уже раз 80 динонили. Короче, Лейли перевожу. Лейла, Лейла. Лейла, перевожу. Лейла, перевожу. Лейла, перевожу. Лейла, перевожу 100 рублей. Настинков, 100 рублей. Это будет рабочий тип. Звонят. Отвечайте. Давай. На громкую. Да, только говорите. Алло. Алло. Блин, вы что такие с... С это... С это... Сука. Сука. Что, и ватсап везде тебе будут писать. Все, короче, просто, блин. Что? Засвети. Все... Все, всех номера засвети. Да, блин, бери. Короче, ребят, если вы звоните, вы не бросайте трубку. Ты просто взял такой... Ой, вот номер вам, пожалуйста. Да, на самом деле, сейчас я себе покураду, потом всем насрать будет, так что не парься. А, вот, что у вас, пожалуйста. Так это и есть острота. Короче, ребята, у Паши, блин, весь телефон уже в сообщениях. Это очень круто. Паша с визой себя почувствует зато. Ладно, покидай, 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 покидай. Да, хай, плютый, просто. СМСки, СМСки... Понят, два, три. Алло. 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 Ребята, если вы звоните... Ой, мне звонят тоже. О, давайте, давайте. Надеюсь, сейчас кто-нибудь этот будет смелым. Блин. О, все. Алло. Ты просто блог сразу. Алло, да, привет. Привет. Как дела? Дела просто потрясающие. Я хочу, чтобы вы назвали кодовое слово. Паша гей. А-а-а. Все правильно, все. В нашей тусовке, короче, теперь официальный член, спонсор. В общем, короче, все. Круто. Ужас какой. А-а, понятно. Ну, как дела? Все хорошо? Да, у нас все потрясающе. Очень хорошо. С восхищением Паша, да, у нас все хорошо. Отдыхаете? Да, отдыхаем, короче, кайфуем, нормально все. Мы поведем. Ну, все, давайте, хорошего вам вечера. Спасибо большое. Спасибо. Все, пока-пока. Сотку переведим. Навели в видишь, конечно. Сотку переведим. Так, сейчас, короче, тому, кто позвонил, я переведу 100 рублей. 300 рублей. Е-мое, господи, вы меня сегодня разористили. Блин, мы и так бомжи. Ну, ладно, 100 рублей не жалко. Девушке, которая осмелилась с нами поговорить, я перевожу 100 рублей на Тинькофф. Или никуда там, сейчас посмотрим. Блядь. Да, видите, 100 рублей могли помочь детям в Африке. Так, Тинькофф, Лада или как там? Это Класс. Блядь. А, Лада, Эл, перевожу тебе. 100 рублей. Это абсолютно незапланированная акция. 100 рублей на Тинькофф, все, готово. Все, короче, всем переводим бабки сегодня. Ну, что, богачи, что ли? Все. Деньги должны работать. Ой, я всем аудиосообщение буду присылать. Смотрите. Сейчас Паша будет присылать всем аудиосообщение. Это сюрприз был. Пожалуйста, дай. Зачем я вообще прифлаг и это нам говорит. Ну, не работает, да? Ты не умирал. А, ну это может быть не iMessage. Это не iMessage. Здесь не писать iMessage. Это не работает вообще. Ну, а ты знаешь, я с самого детства сомневался, но тут вдруг понял. Вот прямо сейчас. Только ты, когда будешь отправлять, повторное послушивание. Лучше вашу карту дадим, чтобы вам деньги скидывали. Ой, вообще, с легкостью я сейчас вам напишу. Давайте так, ребята. О, кто-то еще один звонок. У нас горячая линия. Так, горячая линия, еще один звонок. Алло, алло, да. Нет, оставь, мне надо оставить. Алло. Алло, да-да-да, внимательно слушаем. Кодовое слово назовите, пожалуйста. Все здесь. Все правильно, да, кодовое слово вы угадали. Вот вы снова в нашей компании. Здравствуйте. Итак, меня зовут Евгений, вас позвоним. Я позвоню, я позвоню, я позвоню, я позвоню, я позвоню. Что, вы тоже 100 рублей хотите заработать? Да, конечно. А, ну все, отлично. Хорошо, тогда второму позвонившему с кодовым словом отправляю 100 рублей на Тиньков. Как у вас дела? Да, они ради сотки только звонят. Так нечестно. Ну что, ради сотки только звоните, что ли? Вы ради сотки только звоните, да? Жень, Жень. Блин, вот за то честного. За честность вам отправляю 100 рублей на карту. Жень, вот ты, вот ты, вот сотка. Вот ты, вот сотка. Ну, ты понимаешь. Ты сотка, ты сотка. Да, я понимаю. Ты или сотка, ты или сотка, естественно, я выберу сотку. Боню, все два мороженого. Естественно, я выберу сотку. Ты или сотка. Ты или сотка. Ты или сотка. Так, ребята, сейчас я назову номер карты И первому, кто мне переведет деньги Я ничего не беру Я скажу спасибо Подождите, Игорь Так, сейчас мы диктуем номер карты Сейчас, подожди, а вот по номеру телефона 100 рублей отправили Сегодня, смотрите, мы отправили уже 400 рублей Да, мы забираем донаты Короче, сейчас мы напишем номер карты Вы можете сами переводить нам деньги Так, сейчас Анастасия напишет номер карты Давай Пиздец, потом просто Бигрин и Ромашов собирают деньги на проживание Нет, и раздаем тоже, блин Да, конечно, это никто не напишет Раздаем, так, я только что перевел 130 рублей Потому что комиссия у кого-то была Также стихи присылали Стихи присылали? Гейские? Гейские, надеюсь, стихи, да Если Паша курит план, значит Паша наркоман Если хлопает в ладоши, значит спитик был хороший Если Паша спушил ешку Ешку, значит будет дать консьержку Если выпил бутерат, значит будет сильно рад Если скушал Паша марок, будет множество запарок Но Пашок не наркоман, он всего лишь курит план Блин, откуда вы знаете жизнь Паши? Вообще, ребята, вы просто крутые Откуда вы знаете биографию Павла Левашова? Я просто в шоке, он мой друг Я его так хорошо не знаю Короче, ребята капец, вообще просто молодцы Итак, номер карты был озвучен Деньги пока не переводятся Короче, мы написали выше номер карты Ждем поступления на счет Да, да, да Могу номер карты озвучить еще для тех, кто не успел прочитать 55, 36, 91, 40, 94, 47, 09, 15 Еще раз повторяю 55, 36, 91, 40, 94, 47, 09, 15 А это можно в закрепы сообщения с картой? Итак, сегодня у нас денежный обмен О, деньги пришли, деньги пришли Деньги пришли, деньги пришли Кто-то переводит, кто-то 100 рублей Кто-то 30 рублей перевел Офигеть, ребята Короче, мы друг другу сегодня переводим деньги Мы переводим деньги вам, вы переводите деньги нам Друзья, денежный обмен Блин, люди такие счастливые, когда делятся деньгами Вообще кайф Реально А представьте, вот если бы каждый человек на планете Я всем отвечаю Каждый человек на планете Паша Левошова скинулся бы по одному рублю просто Каждый человек 7 миллиардов рублей Он бы заработал Еще кто-то скинул 100 рублей И так доступно пополнение Но почему-то имена не пишутся, к сожалению Так, ребята Посмотрите Нам скидут деньги Ребят, да Вот такая вот жизнь за периметром Мы, короче, денежный обмен Пришли еще деньги? О, еще деньги идут Сколько? Еще пришло 10 рублей Спасибо большое Спасибо всем, кто переводит нам деньги И так, а кому перевести деньги? Давайте, короче Сейчас запустим новый челлендж Сейчас я придумаю, подождите Эти же самые деньги Мы аккумулируем кому-то А теперь давайте Кто напишет красивое стихотворение На Пашу номер телефона Не-не-не, давай не на номер Пускай в комменты пишут Просто самое смешное Зачем в комменты? Нет, номер телефона Комменты бесконечные Нет, давай какой-то вопрос У меня поможет Из жизни Подождите, давай какой-то вопрос Из жизни Давайте, кто угадает И кто угадает И кто угадает Придумать вопрос Придумать вопрос, да? Нужно принимать вопрос Мы придумать вопрос Про кого-нибудь Про кого-нибудь Про кого-нибудь Про кого-нибудь Из жизни, да Про себя А, про себя, да? откуда полина да вот у нас есть подруга полина это пошла девушка сейчас мы вам покажем сегодня вот и этот в общем она короче это фейковая девушка паша на самом деле он гей вот и короче ребят угадайте откуда она если вы угадаете куда да мы вам на карту переводим деньги деньги что блин мое моё сейчас мы его зайдем ребята писали из камчатка саненко наташа напиши пожалуйста одновременно написали тебе тоже написано сообщение давай тебе и тебе переведем а я пока на другой первый номер переведу денежный обмен ничего не теряем ничего не приобретаем просто как бы меняемся деньгами друг друга и так я короче перевожу деньги на номер все ребят стоп конкурс потому что нам уже отправили откуда полина на 28 gerçekten особенно больше номер я перевожу анастасия 100 рублей и так кто первый напишет стихотворение красиво на паши номер про она тоже с украины нельзя приводить яивел 100 рублей убой а вот Kickstarter цен 115 перевел короче ребят кто от паши на телефон напишет красивое стихотворение про то что pain тот получат деньги ребята пишите на paši номер гейское стихотворение одесское стихотворение самое лучшее получше деньги. А девушке с номером, оканчивающимся на 26, я только что перевел бабки. 100 рублей перевел. Еще кто-то скинул 100 рублей. Нет, мы с вами приглашали на свадьбу, кого хотели. Ребят, так классно меняться деньгами, когда не только тебе дают, но и ты даешь. И тебе дают, и как-то вот так. Знаете, какой-то непонятный обмен, непонятно сколько чего. Но это все так душевненько. Номер Паши есть выше. Номер Паши есть выше, да, номер телефона есть выше. Для тех, кто запомнил номер Паши, можете его написать сюда в комментарии, кстати. Да. У многих есть теперь номер Паши, и вы можете периодически ему посылать смс-ки с кодовым словом. Сука. Бля, просто. Бля, просто. Мне прикольно, что все деньги, которые вы собрали, вы типа отдаете тем же подписчикам. И пишут, блядь, идите работать, идите работать. А мы работаем. У нас своя работа, у вас своя работа. И вот ничего про нас не знаете. Так, Паша какая-то девочка написала. Чего пишет? Ну тут не видно, я пароль не знаю. Ладно. А, ну так стихи уже пишут, наверное. Ну и пока Паша не придет, не могу прочитать. Не, 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 не прочитаюсь. А, это на WhatsApp, да. Паша, какой тебе... Вот ты не нашел пароль? Мы знаем пароль. Я знаю. Так, может быть, почитаем, посмотрим, что там мы вам писали. Нет, я не буду разблокировать. Ладно. Паша очень такая правильная женщина. Не ковыряй губы. Ой, блядь, я забыла. А то у тебя будут пельмени неровные. Неровные пельмени? Ну капец, у меня тогда... Короче, я только сделала губы, потом мы усили. Пополнение на 65 копеек. Ребята, Эльвира, Эльвира, на 65 копеек нам подарил. Эльвира, спасибо тебе большое. 65 копеек, Эльвира.